И пляски. Ну вот смотришь, задумаешь, ой, ну надо же, как здорово. А есть люди, у которых праздники проходят еще более серо, чем будни. Вот поставьте плюсики, у кого праздники проходят прям фантастически, потрясающе. И поставьте, пожалуйста, минусы, кому кажется, что праздники, в общем-то, ничем не отличаются от будней, а то и хуже. Вот поставьте, пожалуйста, плюсы или минусы, чтобы я представляла, какая ситуация. Потому что я по себе скажу, у меня всю жизнь была эта ситуация, что моя жизнь прекрасна, и весела, и очаровательна. Но как только наступают праздники, боже мой, почему они скучнее будней, я никогда не могла понять. Для меня это было вот просто совершенно непонятно, почему, да. Казалось бы, вот видите, тут и плюсы, и минусы, и плюсы. Праздники проходят волшебно. У кого-то они скучнее будней, тяжелее будней. Более того, да, мы сейчас что с вами пережили? Новый год, а мы пережили очень много праздников, которые бывают в начале года. Да, Рождество, это Крещение, это разные новые годы, да, там всевозможные. Вот, да, Елена точно пишет, будни лучше, я всю жизнь с этим прожила. Мои будни были прекрасны. Как только праздник, ну что такое? Если уж все здорово, так хотя бы заболеешь, да. Вот эта тема, что заболел перед Новым годом или перед праздником, или перед свиданием, кстати, или перед тем, как тебе должны были пригласить в какое-то удивительное место, вот оно бесконечно, да, бесконечно абсолютно. Вот, и почему это происходит? Это же не просто так, у одних такая ситуация, да, у других такая ситуация. То есть это не то, что Господь там пометил, вот у тебя будут праздники, а у тебя не будут праздники. Нет. На самом деле в энергетике у каждого из нас существует личная территория праздника. Открываю вам этот секрет огромный. Личная территория праздников. И там сосредоточены все энергии абсолютно, которые имеют отношение к нашим праздникам. И сейчас мы с вами будем совершать экскурс на эти территории. Занятие непростое. Занятие для более-менее подготовленных. Но, еще раз говорю, что нет человека, который не мог бы получать информацию из тонкого мира. Вот, девчонки, написали интуиция, да, интуиция. Интуиция это что? Это атовизм, яснознание. То есть раньше было у всех яснознание, видение, чувство, но сейчас у нас осталось что-то от этого. Интуиция работает почти у каждой женщины. То есть нет женщины, которая бы сказала, ой, у меня вообще интуиции нет. Но это не женщина, это что-то такое мужское, да, уже. Вот. Поэтому сейчас мы будем с вами путешествовать в мире энергии, и вы будете использовать абсолютно все способности, которые у вас есть в тонком мире. Перечисляю еще раз. Видение, слышание, знание, чувствование, интуиция. Кроме того, мы будем получать информацию совершенно удивительным способом. Способ называется цифра. Древняя магическая система, которая идет от Пифагора, да, из Древней Греции. Система цифр. Цифра это абсолютная магия, это высшая математика, это тоже магия. Вот. Поэтому, когда я буду просить, мы будем с вами задавать вопросы, да, с помощью цифр. Это очень интересно тоже. Вот. И нет человека, который бы не мог получать информацию с помощью цифр. Это надо просто попробовать. Как, знаете, вот маятником, да, работаете. Вот поставьте плюсики, кто пытался работать с маятником. Ну, как всегда, это первый шаг, да, для любого человека в сторону эзотерики. Работаем с маятником, получаем ответы. Вот поставьте плюсики, кто работает с маятником. Ну, я думаю, должно быть очень много плюсов сейчас, да. Потому что уж первый шаг, это точно он, да. То есть вот то же самое рекомендую способ получения информации с помощью цифр. Тренировать свое сознание можно именно на этой системе. И сегодня мы это с вами посмотрим, да, сейчас будем исследовать. Вот. Итак, дорогие мои, сейчас я вас буду переносить. Очень интересное пространство, да. Я думаю, многие из вас занимаются медитацией, знают, что такое медитация. Что такое переносить свое осознание из мира материи в мир энергии, да. Вот у нас на картинке девочка такая с ковриком сидит в себе. Вот. Что такое этот коврик, кстати говоря? Между прочим. Мы знаем, да, что в восточных сказках, в разных старинных сказках есть всевозможные артефакты. Какие-то сапоги, скороходы, кувшины, лампы, аладдина, да. А есть ковер-самолет. Вот как вы думаете, что такое ковер-самолет? Ковер-самолет это вовсе не придумка. Это действительно существует. Но все, что существует в сказках, оно на самом деле существует в мире энергии, да, а не в мире материи. Ковер-самолет это энергия перемещения в мире, в тонком мире. Ну, мы его называем тонкий мир, но мир энергии, да. Энергия перемещения. То есть это ваше специальное такое приспособление для того, чтобы перемещаться в тонком мире от одного пространства к другому. Если вы сейчас попробуете настроиться на нашу совместную работу, да, пока еще мы не начинали, я только рассказывала, каждый из вас сможет посмотреть даже в каком состоянии у него находится эта энергия. Это очень интересно. Вот. Итак, дорогие мои, сейчас мы начинаем наше путешествие, нашу энергетическую диагностику личной территории праздника. В энергии у нас есть всевозможные территории. Есть территория денег, территория любви, территория счастья, территория здоровья. Я могу перечислять в течение двух часов, какие есть личные территории. Но среди них есть и личная территория праздника, и от того, в каком состоянии находятся там энергии, ваше личное, зависит, есть у вас праздники в жизни или нет, да. Никто не поспорил со мной, что у одних есть праздник, у других нет. Все, да, согласились, что действительно ситуация у каждого своя. И сейчас мы с вами попробуем, используя все ваши возможности получения информации в тонком мире, понять, какая у вас ситуация на вашей личной территории энергии праздника, да. Энергии праздника. Сегодня исследуем только энергии праздника. Итак, дорогие мои, давайте начинаем работу. Большая просьба, чтобы в комнату никто не ходил, никто вам не мешал. Садимся. Глазки закрываем, руки, ноги не скрещиваем, никак, девочка. Через нас будут проходить энергии. Девочка на картинке уже летит, она пока нет. Итак, сейчас на всех, кто со мной работает, активизирую осознание, осознание своего тонкого мира. И мы сейчас переносимся из мира материи вместе с вами в мир энергии. То же самое вы делаете, когда медитируете, но мы не будем очень много времени затрачивать на переход, да. То есть у нас переход происходит сразу. Переносимся из мира материи в мир энергии. Первое, что мы видим, когда переносимся, это наши ангелы-хранители. Дорогие мои, наконец-то у каждого из вас есть возможность с ними пообщаться. Все мои энергетические диагностики я всегда начинаю с общения с ангелами-хранителями. Сейчас давайте каждый из вас пытается получить информацию, какое количество ангелов-хранителей у вас есть. Цифра. Кому-то идет цифра, кто-то видит световые пятна, кто-то видит ангелов, да. То есть кому-то идет информация, интуиция, кому как. Итак, сколько сейчас рядом с вами ангелов-хранителей? Не все ясновидящие, но яснознание, интуиция есть. Почтился. Сколько ангелов-хранителей? По возможности пишем. Со мной сейчас 10. А на самом деле, когда мы не заняты ничем важным, а живем обычной жизнью, у нас 1-2 ангела. Но как только мы начинаем заниматься важными вещами, перемещаемся в тонкий мир, естественно, тут же прибавляется. Это нормально. Так, умнички. Вот. Да, прекрасно. Но ошибок не бывает. То есть я говорю, нет человека, который бы цифрами не получал информацию. Просто никто почему-то этим, ну, редко этим занимается, да. Волшебная магическая система Пифагорейской Греции. Отлично. На энергии, которую я поставила, она включается просто на раз. Да, прекрасно. Вот. И сейчас, дорогие мои, мы все здороваемся со своими ангелами-хранителями. Здороваемся. Может быть, вы не каждый день с ними общаетесь, да, вот. Ну, я каждый день, потому что я все время в тонком мире нахожусь. Но сейчас пользуюсь случаем. Здоровайтесь. И благодарите их за то, что они находятся с вами, помогают вам, передают ваше послание в высший мир, поддерживают вас и защищают. Для начала мы просто должны их поблагодарить. Ангелы тех, кто никогда с ними не общался, просто счастливы сейчас. Потому что, представляете, да, служить у кого-то, кто с тобой не разговаривал. Поэтому старайтесь уделить им сейчас максимальное внимание для начала. Ангел-хранитель – это ваша подушка безопасности в тонком мире, в мире энергии. С какими бы специалистами вы ни работали, маги, экстрасенсы, неважно там кто, да, парапсихологи, прежде всего просите своих ангелов-хранителей быть с вами. Это ваша защита от того, что вы можете встретить в энергетических путешествиях, ну и, собственно говоря, от него у него негатива. Поздоровались. Итак, теперь, теперь активизирую ваше осознание энергии, которую мы называем, да, ну, так называемый ковер-самолет. Энергия перемещений в тонком мире. Каждый из вас сейчас осознает себя вот на таком ковре-самолете. Смотрите. Он очень быстро оказывается под вами, как только я сказала. Ну, конечно, в идеале, если бы вы посмотрели, как он выглядит. Потому что, когда я впервые увидела свой ковер-самолет, он был такой розово-розовый, но в какой-то болотной грязи я его очищала. Вот посмотрите, как у вас. У кого-то дырка бывает, у кого-то, ну, в общем, все что угодно. У кого-то бывают иголки в ковре, у кого-то булавочки, у кого-то узелочки. Внимательно смотрим, да. От того, в каком состоянии этой энергии ковер-самолет, зависит, как правильно вы попадете в нужное место, насколько вы правильно переместитесь. Во-во-во, Васильковый. Ирма, задача, да, видеть негативное. То есть, приятно видеть позитивное. Посмотрите, а есть что-то плохое там? Ну, всегда же. Ну, представляете, это машина, да, ваша машина. Ну, не бывает же так. Мы приехали на техосмотр, там, шикарно все, да. Не бывает. Смотрите по этому. Что-то должно быть чуть-чуть не так или не так. Наша задача увидеть не очень хорошая, да. Вот. И я задаю вопросы. Как работает все это в тонком мире? Я задаю вопросы, вы начинаете это видеть. Пока я не сдаю, вы можете не видеть. Я спрашиваю, ковер, да, на бахроме узелочки, в ковре иголочки булавочки, на ковре знаки печати, на ковре дырочки. Это, я говорю, плохое. Если нет, то отлично. Отлично, замечательно, ага. Вот. То есть, ваша задача посмотреть, что не так. Потому что точность нашего попадания, да, туда, куда мы хотим, зависит от того, в каком состоянии наш транспорт. Смотрим. Вот, 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 ага, Лен, печать узелочки. Ну, как правило, у всех есть просто, ну вот, надо увидеть, надо увидеть, да. То есть, соответственно, кто нам ставит печать узелочки? Демонический мир, колдуны, которые во многих предыдущих инкарнациях, конечно, хотели помешать нам оказываться на наших энергетических территориях, да. Вот, пожалуйста. Да, 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 про жен тоже, может быть, Наталья, ага. Да, грязноватый чуть-чуть. Я говорю, вот мой прям был весь в болотной грязи. Его, вот, притянули, отчищала, отчистила. Молодцы. Узелочки есть, да. Помните, что такое узелочки, мои дорогие, да. Все знают древнюю магию, самую древнюю, которая одновременно появилась у всех народов по всему земному шару. Науза называется. Магия нити, узелочки, иголочки, да, вот это вот женское все. Женское, женское. Даже с помощью этой магии, да, там много чего делали люди. Соответственно, вот узелочки, это из этой песни, именно когда человек хотел что-то привязать, да, себя и что-то негативное. А делаются узелочки, если хотят воткнуть что-то, делаются иголочками. Почему ничего нельзя трогать руками, пока вы еще не начали, да, рассказываю. Это не узелочек на коврике. Это энергия, завязанная на энергии. С помощью ритуала. Ключевое слово здесь – ритуал, да. То есть эти магии отличаются от обычных людей. То есть это же не ковер, да, то есть это энергия перемещения. У нее есть бахрома, на ней завязан узелочек. Он завязывается с помощью ритуала. Поэтому руками ничего не трогать, хорошо? Не сейчас, не в дальнейшем путешествии. У нас энергетическая диагностика, мы просто исследуем, да. То есть сегодня мы ничего руками не трогаем. Отлично, Ирма, хорошо. Булавочки, узелочки. Не хочется моему. Бахромы нет. Елена, да и нету ничего. Вот здесь тоже на рисунке нету. Но может быть, да, может быть, может не быть, может быть всякое. Вот смотрите, у вас на ковре есть ниточки, да, вот может даже на ниточке быть узло. Почему я работаю с цифрами? Объясняю. Потому что очень сложно рассматривать, да, вот когда мы рассматриваем ковер, еще ничего. У меня на 90% моих диагностик мы рассматриваем древо. Ну и вот представьте, да, себе, то есть вот лазь по этому древу с лупой. Мы задаем вопрос, какое количество, да, допустим, какое количество иголочек есть в моем ковре, ну, в моей энергии перемещения, да, и идет цифра. Вы можете его увидеть, этот узелочек, не увидеть, но цифра будет, иголочка, да, то же самое и так далее. Какое количество дырочек? Не смотрите на ковер, а спрашивайте, какое количество дырочек. И у вас пойдет информация. Это я вам для чего сейчас говорю, чтобы вы представляли, да, ну, как выглядит ваше средство перемещения. Сейчас вы вместе со мной будете путешествовать, вам это, ну, никак не помешает. Сейчас находитесь под моей энергией, под моей защитой, все хорошо. Но в обычной жизни, да, допустим, когда мы путешествуем в тонком мире? Кстати говоря, когда мы путешествуем в тонком мире, в обычной жизни, ну-ка, ответьте на вопрос, кто знает. Когда мы путешествуем в тонком мире, в мире энергии, в обычной жизни? Не на вебинарах, не на медитациях. Ну, пишите, пишите. 324 дырки – это целая сита, Ирва. Очень много, да, ну, может быть. Во сне, правильно, Татьяна? Мы путешествуем во сне, да, Оль, ага, во сне. И, соответственно, вот вы без меня находитесь во сне. Во сне вы садитесь на этот ковер и переноситесь туда, куда считаете нужным, правильно? Да. И вот эти уже дырочки, иголочки, булавочки начинают руководить вашим ковром. Вот там вы уязвимы. Я почему сейчас показала? Ну, пользуюсь случаем, да, посмотрите. Просто пользуюсь случаем. Это не имеет отношения к моей сегодняшней теме, но посмотрите. Я вас в любом случае доставлю куда нужно. Итак, садимся на свой ковер. Активизируем осознание, да, своего ковра-самолета, энергии перемещения. Молодцы. Молодцы, прекрасно работаете. Даже вначале уже хорошо настроились. И сейчас я активизирую ваше осознание в тонком мире, личной территории праздника, а вашему ковру-самолета даю настройку. Ну да. В тонком мире все происходит в долю секунды. Уже сейчас вы вместе с вашим ковром-самолетом находитесь на территории, личной территории праздника, да? С чего мы начали? Мы хотим знать, почему у одних праздников проходят прекрасно, а у других нет. Смотрим. Так, мы находимся на личной территории праздника. Можете не сходить с ковра пока. Оглядываемся по сторонам, да? Под вами путь, дорога. Ну, потихонечку сходим, да. Если дорога нормальная, более-менее можно сходить. Каждый из вас находится личной дороги праздника на личной территории. Я задаю первый вопрос. Какой там климат? Солнце? Синее небо? Или мрак? Сумраки? Смотрите. Территория праздника. Уже все на месте, несмотря на то, дырки и дырки, все уже на месте. Смотрим. Ваша личная территория праздника, да? То, что вы материализуете в реальной жизни, у вас других вариантов нет. Смотрите сейчас, личная территория праздника. Вот, да, то есть вечер или сумерки, Руся. А как вы отличаете вечер от сумерок? Ну, то есть, да, вечер от утра как отличается? Вот интересно просто. Светло, облака. Вымозлано. Сейчас посмотрим. Ага, зима. Да, неправильно. Смотрим. А еще и время года. То, что на вашей территории праздника? Что на вашей территории праздника? Какой климат? Вот, вот. Нет, солнце темнеет. Скажу вам честно по опыту работы многолетнему, что, как правило, люди впервые, когда смотрят, еще ничего никто не исправлял, да? Конечно, обнаруживаем ситуацию неактивно. Ну, хорошо, что, ну, вот это здорово. Солнце, бабочки, здорово. Ирма. А значит, у вас прекрасно проходят праздники, да? Но. Сейчас, подождите, мы посмотрели одну, там, 115-ю. Ага. Осень, лето, тепло, море, горы. Ага. Ну, посмотрели, да? У кого более-менее, там, понятно с климатом. А теперь, дорогие мои, сложнее ситуация, сложнее задание. Смотрим на себя. Вот как вы выглядите на личной территории праздника. Вы стоите на пути, на дороге. Сейчас переносим осознание, да, чуть-чуть в сторону, и смотрим на себя. Как вы выглядите? Вот прямо вот вы отдельно, и вы отдельно. Во-первых, стоите, сидите или лежите? Или идете? Стоим, сидим, лежим, идем. Да, Лен, вот очень, очень даже, я вас понимаю, с этим я тоже сталкивалась, да. Когда впервые увидела свою территорию, мне стало, ну, очень грустно. Ага, ага, ага. Да, ну, иду, иду. Как выглядим? Как выглядим, девочки? Грязненько, ободро настаём. И на себя, Лен, посмотрите тоже, как вы выглядите, да? Ой, Олечка, про улыбку тоже вопрос есть впереди, ага. Ой, бой. Ну, Ирма, у вас и солнце, и мед, и наслаждайтесь прекрасно. Я говорю, что вот люди всегда хотят под общий знаменатель себя подогнать. Как же так? У одного есть праздник, а у другого нет. Но посмотрите, что происходит в мире энергии. Вот причина. Не в материи она, ну, никак. Это не зависит от денег. У человека может быть полно денег. У него может быть, ну, всё что угодно. А праздники, ну, не задаётся. А может быть, самый бедный какой-то, я не знаю, там, человек, да, с женой, с детьми, там, не знаю, какой-то пирог купили, кроковяк сплясали, какие-то дудочки подарили друг другу, счастливы. Это территория праздника. Ни от каких денег она вообще не зависит. Ирма, прекрасно. Не могу спуститься, да, то есть путём соединения нет. Сейчас, секунду, скажу. А, да, Елена, какая там ориентация? Когда речь идёт о душе, ориентация какая может быть? Тут у души есть и женские, да, и мужские воплощения. Празднуйте как мужчина, Елена. Празднуйте как мужчина. Иногда люди смотрят себя, допустим, есть также территория любви, да? Смотрят на себя, и тоже человек-мужчина. Поведение, модель поведения в празднике у вас, как у мужчины. Что должен делать мужчина в празднике, дорогие мои? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да? Ну не то, что женщину, понятно, да? Не бежать и радоваться, а что? Он должен праздники оплачивать. Ну, Елена, да ладно, напевается. Он должен праздники оплачивать, организовывать, да? И так далее. То есть он ответственный. Так, и потом сейчас, ну, сейчас ещё очень важную вещь посмотрим. Розы прекрасно, ага. Лёгкость, радость мужчины, да-да-да-да-да-да-да. Отлично, да. Хорошо, ну тогда самое интересное, да, вот тут, что написала Лена, про мужчин. Итак, дорогие мои, теперь посмотрели, что на вас надето. Вы на личной территории праздника. Во что вы одеты? Ну-ка, внимательно посмотрели, во что вы одеты, какая у вас одежда. Вот сейчас вы видите ровно то, как ваши праздники проходят. Вот каков вы на празднике, да? Мы ещё не дошли, как проходят. Каков вы на празднике? Ну, Оль, хорошо. Анна, это у нас сейчас мужчины отдыхают на праздниках, да? Вообще мужчина за всё несёт ответственность, он всё организовывает, всё оплачивает и так далее. И уж потом напивается, да, когда можно. И это другой вопрос, что многие наши мужчины в самом начале напиваются, а потом уже отдыхают. И это по-другому. Ага. Вот, да, Ирма, прочитала. У вас всё прекрасно, замечательно. Я зачитываю, как правило, вот слух, да, проблемное. В огороде лучше одеваюсь. Вот, Лен, вот на празднике вы выглядите вот так. Дорогие мои, что такое одежда на празднике? Я рассказываю, да? Я человек с многолетним опытом работы в мире энергии. Рассказываю. Вот как вы выглядите сейчас, сами себя видите на празднике. Вот так вас воспринимают люди. Да, вот вы приходите на любой праздник, да, вот на любой. Вокруг вас общество. И вот они вас воспринимают вот так. Даже если вы в мире материи, на пятницу на себя самое дорогое, красивое, шикарное, женское, если вы стоите на территории праздника в мужском, и вот как Лена пишет, да, в огороде лучше одеваюсь, люди вас воспринимают именно вот таким. Ну, никак иначе, да. Вот это и есть самая огромная загадка и тайна нашей реинкарнации. Что люди чувствуют друг друга, да, знаете как, зашел человек к кому-то уже кому-то понравился, а кому-то нет. А кому-то просто противно, а кто-то хочет, чтобы по башке лезть. Почему? Люди чувствуют не материю, люди чувствуют программы в энергии, друг друга, и относятся друг к другу так, как в энергии. Ага, Оля, отлично. Да, Ирусь, ну что такое, да, серенькое платье, беленькие носочки? Отличный праздник. Вот погуляли, да? Сейчас, секунду расскажу. На самом деле, у каждого человека существует личный энергетический гардероб. Это отдельная тема у меня, наряды души, женская тема тоже. И среди этих гардеробов, которых много, примерно 10, есть один, который называется праздничный. И вот если этот гардероб у человека в порядке, да, то на праздники он празднует. Но, это бывает 2-3 процента, у остальных, конечно, с гардеробом проблемы у всех. То есть гардероб крадут, забирают, человек теряет в процессе инкарнации и так далее. И вот так, как вы выглядите, да, в сереньких носочках, в сереньких платье, вот так вот оно и есть. Или как в огороде. Смотрите, да, то есть ваш праздничный гардероб сейчас должен быть на вас, но его нет. Так, веночек, ободочки, ну хорошо. Будничная одежда. Вот, Ань, только что, да, рассказывала про это? Простая будничная одежда. То есть, где ваш праздничный гардероб? Праздничный гардероб у вас отсутствует. На территории праздника вы находитесь, да, вот кто в чем. Посмотрели, да, на себя все? Полюбовались, да, Лем, вот о чем речь, да, вот серая юбка, босиком. А сейчас про туфли расскажу, это очень интересно. Так, 30-24 маленьких, но дырки. Так, Ирма, может быть такое? Ну как сито, как решетов, продырявилась. Продырявилась. У некоторых ковер вообще бывает с огромной дыркой посредине, да. Ну, чего только не бывает. Очень может быть. Очень может быть. То есть, куда-то попали во время энергетических путешествий, куда-то вляпались и ковер вот в такой ситуации. Я советую сейчас заняться дальше тем, что смотрим мы, да, потому что там вы зафиксировали информацию, все, здесь она не менее интересная. Я понимаю, что у вас красивые наряды, но смотрите, сейчас будет еще очень много всяких вещей, которые можно увидеть у себя. Итак, посмотрели, да, то есть поняли, у кого есть праздничный гардероб, у кого нет. Дорогие мои, праздничный гардероб прекрасен, поверьте мне. Когда человек возвращает себе праздничный гардероб, ну вот это вот на сеансах я делаю, да, он стоит королевой, принцессой просто на этой дороге, сияет в украшениях, в прекрасных нарядах и так далее. Но сейчас на данном этапе у вас этого просто нету. Еще раз, да, напоминаю, есть, ну, около 10 видов гардероба разного, энергетического. Что такое гардероб? Каждая душа отправляется в инкарнацию, в первую инкарнацию с огромным чемоданом. У нее много чего есть. За инкарнацией душа теряет. У нее крадут, у нее забирают. И, соответственно, вот уже к сегодняшнему моменту, да, вы оказались тем, что у вас есть. То есть не больше, не меньше. Вот то, что осталось, вы сейчас видите. Полюбуйтесь. Анна и кнопки тоже. Кнопки, иголки – это одно и то же. Это втыкает кто-то. Это не кнопка в ковре, это энергия, воткнутая в энергию с помощью магического ритуала. Руками не трогают, да. Если бы это можно было повыкидывать руками, то не было бы ни черной магии, ни белой магии, ничего. Да, там один сделал, другой убрал, все сидят и дыхают. Нет. К сожалению, то, что я вам показываю, очень серьезно. Вот. Итак, дорогие мои, посмотрели, да, каждый понял, есть у него праздничный гардероб, прекрасный гардероб или нет. Босиком рассказываю, что такое обувь, дорогие мои. Обувь – это соединение с личным путем. Когда человек приходит, душа приходит в этот мир с энергетическим гардеробом, у нее есть и одежда, и аксессуары, и обувь. Обувь – это соединение с дорогой. Вот у кого ваша обувь, тот соединен с энергиями вашего пути. Что такое энергия вашего пути? Это сила, помощь, поддержка и так далее. Вот у кого ваша обувь, тот связан с вашей дорогой. Если человек босиком, соответственно, у него нет соединения с собственной дорогой. И он уязвим очень сильно. Смотрим, смотрим. Сейчас все посмотрели, есть обувь или нет. Есть энергетическая обувь или нет. Смотрим. Вот так вот, да. Ну, вот представьте, Лен, вы бы заявились, да, в носках. Куда-нибудь. Странно было, думаю. Почему страшно, Ольга? А что страшного-то? Где страшного, в каком месте? Нет, страшного еще не видели. Погодите, кстати. Страшного вы еще не видели. Я вам показываю чуть-чуть пока. Все, что я показываю, да, я убираю, исправляю, изменяю на своих сеансах. У меня люди после сеансов выходят красавцами, с роскошными нарядами, с обувью, чистыми, красивыми, удивительными. Я именно поэтому вам это и показываю. Если бы я не могла это исправлять, какой бы смысл был мне вам это рассказывать? Никакого, абсолютно. Я рассказываю только то, что я потом на сеансе могу исправлять, да. Соответственно, ничего рассказываю, чтобы вы пришли, если захотите, изменить ситуацию. Вот и все. Так что страшно, здесь не вариант вообще. Так, отлично, Татьяна. Ага. А, сейчас без каблука. Так, но, Оль, но туфли на высоком каблуке, это же территория праздника. Вы поймите, мы где сейчас с вами-то? На территории праздника, чего бы вы ходили на работу в этом? Все правильно, на высоком каблуке территория праздника. Здесь не надо. Ах, а вот, хорошо, элегантно. Замечательно, дорогие мои, вы себя осмотрели, да, вот, хорошо. Это целая огромная тема, осмотр себя, своего энергетического гардероба, своих энергетических аксессуаров. Это для женщин просто, ну, любимая топовая тема. Кстати, кто сегодня придет после общей диагностики на личную диагностику, это входит тоже в просмотр. Будем смотреть, где вся ваша одежда. Все ваши украшения, наряды, обувь, ну, просто вот все, все, что у вас есть, да, волшебные ваши вещи, куда они девались. Кстати, объясняю. Одежда – это не только защита, да, во-первых, обувь – это защита и соединение со своими энергиями. Это еще показатель социального статуса. То есть, если человек видит себя в лохмотьях, или в драной одежде, или в скромненькой одежде, это означает, что в реальной, вот, материальной жизни, да, он выше вот этой планки подняться не сможет. Если он даже на празднике в серых носочках или в одежде огородника, ну, это означает, что в будни представляете, да, вообще, каков его статус. То есть, материально, вы тоже видите, одежда показывает финансовый статус, материально. Почему у меня женщины очень любят приходить вот именно на тему и исправлять энергетический гардероб, аксессуары, украшения? Потому что в энергетике это не просто украшения. Это все несет информацию, возможности, и это соединено с личными способностями и силой, с личной силой, да. Вот, поэтому очень важно, никакая не чепуха для женщины, это энергетический гардероб, это очень важно. В каждую новую инкарнацию мы отправляемся с новым чемоданчиком, да, мы с собой что-то берем. Берем, исходя из задачи инкарнации. Вот представьте, да, вот вы едете там на Камчатку или вы едете в Сочи. У вас же будет разный гардероб, да, ну вот в материальном мире. То же самое в мире энергии, смотря какая задача инкарнации. Если в инкарнации задача работать, вкалывать, да, там, будет один гардероб. Если задача быть домохозяйкой, другой гардероб, да, фаттучек какой-то. Если задача быть светской женщиной, третий гардероб. То есть это очень интересно. То же самое украшение и обувь, да, но это отдельная, огромная, огромная тема, которую мы затронем тоже, конечно же, на диагностике. А сейчас мы переходим к празднику. Угу. Так, не можете носить украшения, Анна, они у вас есть в энергетике вообще, посмотрите. Вот посмотрите, все вы стоите на личной территории праздника. Давайте-ка с вами тогда, ну, я думала, что это все-таки на личной диагностике будем делать, кто придет. Ну, давайте здесь посмотрим. Задаю вопрос, какие у кого есть украшения. И вот сейчас какие есть, на вас появятся. Смотрите. На вас появляются некие украшения. Смотрите, у кого что. У кого-то просто розочка будет в волосах. Смотрите. Активизируя ваше осознание украшений, да, энергетических. На голове, на руках, на пальцах, всюду вообще, где только вот смотрим, да. Для нас это очень важно. Украшения, которые у нас имеются. Ага, копьеха. Вот, остальное у вида не соответствует. И кольцо. Ну, Лен, да, опять же, не очень женский вариант, согласитесь, да? То есть мужской вариант, часы и какое-то там кольцо. Ну, мы можем так себе представить мужчину, да? Но вы не представляете, какое количество у женщин личных энергетических аксессуаров и украшений. Ага, браслетик, да, вот оно и все. Без перебора, ага. Хорошо. Посмотрели, да? То есть вот и теперь каждый задает вопрос. Какой процент украшений, моих энергетических украшений у меня на месте? Вот сейчас цифры пойдут, да? Сейчас посмотрим, во-первых, как вы можете получать информацию цифрами. И во-вторых, как это совпадет с тем, что вы видели, да? Да, допустим, если у человека какая-то одна вещь, там одно кольцо или одно часы, соответственно, где у него остальное вообще неизвестно. И так далее, да? И браслетик то же самое. Смотрим, спрашиваю, какой процент, цифра сейчас пойдет, какой процент. Ну вот, да, Лен, оно так где-то и есть, кольцо и часы, это и есть 5%. То есть все остальное у вас похитили, вы потеряли, оно исчезло, куда-то делось, неведомо чего, да? Вот. То есть это наши энергетические украшения. Опять же напоминаю, почему мы это исследуем. Все, что происходит в мире энергии, мы воплощаем в материи. То есть если у вас там такая ситуация, здесь ничего другого быть не может. И как бы вы ни нарядились, прекрасную принцессу здесь в мире материи, вас будут воспринимать как человека, который одет вот так. Ну, да, видите, да, проценты от нуля до 80. Да, раздарила. Оль, раздарила это не есть здорово, да, потому что личные энергетические вещи дарить нельзя. Дарить можно все, что угодно. А вы же не можете подарить голову кому-то, или руку, или ногу, или палец, да? Вы скажете, ну уж нет, это мой. А вот, что касается личных энергетических предметов, драгоценностей, это как фамильные ценности, и их дарить нельзя. Неважно, вы раздарили или у вас украли. Ситуация одна, у вас их нету, да? Так, ага. Ну, со вкусом, со вкусом, а где 96% фирма? Да, то же самое, да, могу сказать, что вот, Оля, куда подевалась? Да, дорогие мои, я всегда прошу получать информацию с помощью цифр, потому что, ну, вы пишите, на мне много украшений, или на мне мало. Откуда вы знаете, сколько их должно быть, сколько их было, да? Поэтому, чтобы быть объективными, мы спрашиваем, какой процент на месте. Все, цифра. Цифра, да? Вот мужчина не ходит никогда на наши мероприятия, а, кстати, вот они с цифрами хорошо работают. Смотрите, цифра, какой процент на месте? Вот, улетела в 324 дыркирма, это я верю. Ага, Оль, разбазарили или у вас украли, это неизвестно, надо смотреть, не факт. Ну, вы понимаете, что это такое? Что их никогда ни в одной инкарнации дальше это не возникнет. То есть, все, что мы разбазарили или у нас украли, у нас оно исчезло, мы всегда. Мы придем в следующую жизнь, в следующую, в следующую, у нас это не будет. То есть, это не история одной инкарнации, это история множества инкарнаций, да? Так, что там еще? 10, 30, ну, 10 реальные, да, такие цифры, привычные для меня, в всяком случае. То есть, когда люди приходят изначально работать, вот, да, ну, смотришь, 10, там, 20. Вот, конечно, моя задача вернуть в результате, да, в результате сеанса вернуть все украшения на место. А, чемоданчик все меньше, Ирма, про что, про что? А, да, поняла, ага. Ну, смотрите, мы же приходим с чемоданчиком в инкарнацию, потом уходим, да, возвращаемся к своим энергиям и смотрим, что там осталось. Берем, да, уже действительно, исходя из того, что есть. Совершенно верно, он уже меньше и меньше, а у некоторых вообще это уже не чемоданчик, извините, а узелок. Знаете, да, идет человек с узелочком. Очень многие люди в инкарнации идут с узелочком. А кто-то идет с карманчиком, а кто-то идет с карманчиком, с дыркой, да? Это вот, когда мы смотрим тему денег, территория денег, денежное дерево, вот смотрим, у кого где дырка. Очень интересно, кстати. 80 – это хорошо. Тамара, вопрос. Вот представьте, у вас 10 пальцев, да? И вот хорошо было бы, если бы их было 8. Вы бы сказали, боже мой, кошмар, там, по поводу. К доктору скорее там 2 пальца болят, да? Это то же самое. То есть, если у вас 80, это вот та же самая тема, что вместо 10 пальцев 8 должно быть 10, да? И не меньше никогда в жизни. У нас 100%. Что это за 100%? Ведь поймите, вот, неважно там одежда, аксессуары, дорога, состояние энергетики. Что такое 100%? Это ваше тело, да? Вот если у нас хотя бы что-то там укололо, уболело, где-то что-то там много, там, не знаю, там потеряли. Ой, боже мой, караул. А в энергии? Да подумаешь, это энергия. Нет. На самом деле важнее то, что у нас происходит в энергии. Вот тут надо быть очень бережливым. Да? Поэтому здесь хорошо – это 100%. А 99 – это очень и очень плохо. Потому что представьте свое тело, да? И вот 99%. Что это? Ну, там, не знаю, паланга пальца, что это? Не должно этого быть. То есть, если у вас не целостное что-то, не герметичное, значит, кто-то уже это использует. Свято место пусто не бывает. Если вы потеряли или отдали что-то свое священное, сакральное, кто-то уже пользуется, да? Нравится нам это? Ну, безусловно, нет. Энергетические украшения. Что это такое? Хорошо. Ну, Ирма, отдельная тема, да? Я сейчас хотела уйти в территорию праздника, конечно, но это... А что это такое? Это наши возможности, наша способность соединяться с высшим миром, наши способности женские в любви, в счастье, в деньгах, наши возможности во всем. Энергетические украшения – это и защита, и помощь, и поддержка, и все, что угодно. Что делать, я сказала, да? То есть, для чего я, собственно, перед вами выступаю, как думаете, какая мысль? Для того, чтобы пригласить вас после этого, естественно, на, как все остальные дела, да, тоже специалисты, на сеанс. Вот, то есть, именно там, на сеансе после личной диагностики мы с вами будем возвращать все то, что у вас отсутствует, если вы, конечно, этого пожелаете. Кто-то остается, честно говорю, 15-70-80 людей, которые говорят, а, пусть так и будет, подумаешь. Ну, у всех своя там, да, какая-то мысль есть. Вот, но человек, там, процентов 23 приходит, конечно, справляет, потому что, ну, увидел, так чего же это не убрать, да? Очень не хочется с этим оставаться, ну, просто ни в коем случае. Да, и гардеробчик подновить, Лен, и коврик починить, и вот мне ваш, конечно, вот мужской вид с часами на территории праздника тоже не очень понравится. Так, сколько это стоит? Ну, Лен, наверное, можно, да, ставить тогда ссылочки, если есть вопросы, можно ставить ссылочки, да, чтобы я на это не отвлекалась. А я продолжаю потихонечку дальше, да, потому что, дорогие мои, да, положимаем на ссылочки, тут личная диагностика и первый сеанс. Вот, да, рано мы об этом, конечно, начали, но лучше раньше. Итак, да, смотрим, давайте, ну, давайте на ссылочку нажмем, потому что у нас уже очень много информации. Сейчас мы ее перебарим и нажмем на ссылочку. На самом деле, то, что мы с вами сразу ушли в тему этих самых нарядов, это очень женское. Да, вот женщины, начнешь говорить о чем угодно, территории денег, праздника, любви, и вот дойдешь до украшения, нарядов, все, опаньки, так, а давайте, давайте, я хочу. Это абсолютно наше женское, да. Вот, поэтому, ну, давайте минуточку, да, на то, чтобы просмотреть, посмотреть, тут, в общем, смотреть особо долго ничего. Хорошо, здесь предлагается личная диагностика и для начала, да, 15 минут сеанса пробные, пробные варианты, чтобы вы посмотрели за эти 15 минут, как работается, что делается и что происходит, да. То есть мне предлагается сразу сеанс огромный, просто потому, чтобы вы присмотрелись. Сумма небольшая, там 3 800 совсем немного. Вот, дорогие мои, но мы с вами находимся где, на территории праздника, да. Итак, посмотрели на себя, и сейчас мы с вами что делаем? Мы опять садимся на ковер самолет, как вы думали, садимся все, и в долю секунды активизируем ваше осознание, да, и переносимся к вашей личной чаше праздника. И вот сейчас каждый из вас вместе с ангелами-хранителями находится возле своей личной чаши праздника. Что такое чаша, да, это сакральная энергия, которая содержит определенные, важные для вас тоже энергии, а это энергии праздника. И сейчас каждый из вас подходит и смотрит. Она может быть большая, огромная, маленькая. В тонком мире масштабы могут меняться как угодно. Вы можете быть больше ее или меньше. Смотрите, личная чаша праздника, сейчас каждый около нее находится. И первый вопрос, который я задаю, она целая или треснутая или расколотая? Вот свою тоже посмотрю, давно не видела. С Новым годом. На Новый год очень много было по этой теме выступления. Ну-ка. Ага, по-моему, целая, треснутая, дырявая. Вот, да, и, соответственно, второй вопрос сразу. Задаем вопрос в процентах, в цифрах. Ответ получаем. Какой процент этой чаши наполнен? Ага, тазик, отлично. Вот тазик, ага. Смотрим, да, какой процент, цифру. Можете заглядывать внутрь, посмотреть, но информацию получаем цифрой. Какой процент чаши праздника наполнен? Что такое чаша праздника? Это энергии праздника. Вот огромная радуга энергии праздника, которую вы потребляете в своих инкарнациях. Вот смотрим, как выглядит чаша, да? Вот, смотрите, процент у кого сколько там? 80. Ого, Тамара, потрясающе. Такое редко бывает. А, 10, 3, вот такое часто бывает, сразу скажу. Три процента на месте. Три процента. Смотрим, да, насколько она наполнена. И после того, как посмотрели, насколько она наполнена, у нас же есть любопытство. Мы хотим узнать, куда девается, да, правильно? А куда девается остальное? То есть нормально только 100. Если 99, уже сос. Потому что все представляют, да, шарик воздушный с дырочкой. Вы представляете, шарик и дырочка маленькая-маленькая микрон, но ни разу в жизни не было, да, чтобы она заросла или чтобы там что-то вернулось. Если дырочка есть, шарик вздуется. 99 уже очень плохо. Вот, поэтому так, посмотрите, да, утечка, утечка, утечка. И теперь, ага, Татьяна, погодите, насчет испаряться. И теперь задаю вопрос. А вернее, активизирую ваше осознание. Трубок, которые могут находиться в чаше праздника. Смотрим. Какое количество трубок находится сверху? Знаете, такие, как трубочки такие мягкие, такие, не коктейльные, наверное, а такие мягкие трубочки. Какое количество трубок находится в вашей чаше праздника? Сверху, только сверху сначала. Сколько идет сверху? Количество, цифру. Здесь не процент, а цифра. Какое количество трубочек закинута в вашу чашу праздника? Сверху. Смотрим, смотрим. А куда вы думаете, все девается? Испаряется, ага, испарется. Смотрим. Вот так, вот так. Ага. Сверху какое количество трубочек? Большая просьба, опять же, да, руками ничего не трогать, нигде не делать ничего, не дай бог. Это не трубка в чаше. Это энергия, всунутая в энергию с помощью ритуала. Смотрим, да, и... Молодцы, да. Ну, и следующий вопрос. Если снизу, вот знаете, прямо буквально к ножке, черный такой шланг, шланг снизу есть ли? В чаше. Активизирую ваше осознание этого шланга. Давайте смотрим. Есть ли такой шланг или нет? Давайте, давайте, все посмотрели. Это очень важно. Сейчас мы узнаем, кто питается энергиями праздника. Вашего праздника. То есть, кто вместо вас празднует, да, проще говоря. Да, шланг присутствует. Посмотрите, значит, если трубочки... Трубочки – это люди. Это люди, это какие-то души, которые на протяжении инкарнации, закинув с помощью магического ритуала, там, ну, либо сходили к кому-то, либо сами могли. Трубочки в вашу чашу, да, пьют энергии вашего праздника. Это люди. А вот шланг – это демоническое. То есть, если снизу шланг, это демонический мир, пользуются вашей энергией праздника. Два варианта, да? Посмотри, верно. Ну, давай, отлично. Бывает, наверное, и так. Хорошо. Ага. Вот, да, понятно, что сверху это люди, снизу это демоническое. Ничего не трогаем руками, да, ни в коем случае. Это не шутки. Я для вас сталкер. Я вас веду сейчас по территориям. Пока вы слушаетесь, я за вас отвечаю. Как только вы не слушаетесь, всё. Руками ничего не трогаем. Так, посмотрели, да? То есть, сейчас каждый из вас понимает, почему вот такой процент. Как правило, бывают трещины, конечно, бывают дырочки, да. И трубки и шланги. Пьют все, кому не лень. О, Ирма, подождите, сейчас я долистаю наверх. Что там у вас? Не знаю, кто у вас пьет. Сколько у вас трубок? Почему у вас все пьют, кому не лень? Сколько у вас трубок? Я не вижу там. Если пьют, кому не лень, да, никому не лень. Во-первых, чтобы добраться до чужой чаши энергии, нужно иметь к этому допуск. Как получаются допуски? Как люди попадают в чужую чашу энергии? Это же не шутки. Это действительно у человека есть правый допуск на вашу чашу. Это я расскажу вам уже на личной диагностике, на сеансе, кто придет. Ну, то есть, кто придет справлять. Если справлять не придете, зачем это знать смыслу нет? Зачем? Вот. Это первое. И второе. Демонический шланг, да? Ну, соответственно, в какой-то инкарнации. Это не от того, что вы белый и пушистый, а кто-то к вам присосался. А в какой-то инкарнации к вам присоединилось что-то демоническое из-за вашего поступка какого-то. Как правило, мы обнаруживаем поступок, да? Вот что мы делаем на сеансе, мы обнаруживаем поступок. Что и в какой инкарнации вы делали, из-за чего появился этот шланг, да? Понятно. Именно на тему праздника. Именно на тему праздника. А если через край, как быть? Как бы кипит? Ань, ну, я тоже самое могу сказать. Приходите, вот, уже как бы личную ситуацию, да, мы разбираем на личной диагностике, на сеансе. Значит, что-то кинули в чашу. Посмотрите, если не лень, что кинули в вашу чашу. Это сейчас все будем смотреть, кстати. Если целостность, в смысле, если нормально все, ну, Тамар, что значит? Хорошо у вас все звучит. Так, должны это отрабатывать. Ирма, вот, кто должен отрабатывать, допустим, да, если на него что-то поставили. Нет, тут не отрабатывать, тут надо просто снимать негатив. Если ты сам что-то плохое сделал, надо возвращаться в ситуацию, в прошлую инкарнацию и смотреть, что там случилось, что там творит. Это серьезная, сложная работа мага, да, которая работает с тем, чтобы исправить то, что натворила черная магия. Никому не советую даже нос туда сувать, просто потому что, в любом случае, да, если, не дай бог, что-то ухудшится, то будет еще сложнее. Нельзя никогда лезть ни в какую магию, дорогие мои. Это профессия, это похлеще, чем нанотехнология. Нанотехнологии, по сравнению с этим, это топор и рубанок, да? То есть, по сравнению с высшей магией. Очень осторожно. Но посмотреть мы можем вместе со мной и вот на этих энергиях. Отрабатывать мы должны, Ирма, только личную и родовую карму. Да, вот у меня тоже есть эта тема две, обязательно. Диагностика личная карма, родовая. Вот это мы должны отрабатывать. Все остальное, что нам понаставили, надо снимать. Ага, шланг подходит, подходит. Ага, ну вот, Татьяна, шланг это демонический. Сухой лед, ой, 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 ой. Связка ключей в чаше. Отлично. Что за ключи ваши нет? Да, Лена, постарайтесь выяснить, чьи ключи, кто пинул. Ну, мы возле чаши застряли надолго, я не собралась так застревать, честно говоря. Давайте. Посмотрели, да? То есть, мне важно, что на общей диагностике, чтобы вы получили общее представление о ситуации, с которой вы уже придете ко мне. Да, на личную диагностику, где мы сидим в скайпе, тет-а-тет, с камерой, и я с вами работаю. Сейчас моя задача какая? Не просто вам рассказать, ой, дорогие, есть территория праздника, есть чаша праздника. Да, я так не работаю. Мне важно, чтобы вы увидели, чтобы мы пришли только с тем, что вы уже сами увидели. Вот, поэтому перемещаемся дальше. Ну, буквально посмотрели это, да, я вам показала 3% от того, что можно увидеть в чаше. В чаше можно увидеть огромное количество всего. Итак, дорогие мои, сейчас снова активизируем, да, ваш ковер-самолет. Все остальное мы досмотрим на личной диагностике, потому что тут уже важно каждому посидеть и посмотреть. Так, смотрим, да, активизируем опять энергию ковра-самолета. Это не сказка никакая, да, это серьезная действительно энергия, которая у каждого своя. И сейчас я вас переношу в долю секунды вместе с ковром-самолетом. Пожалуйста, не застревайте возле чаши. Я все равно не сказала, что там смотреть, а пока не сказала, на осознание не выведите, ну никак. Так, переносимся вместе с ковром-самолета к своему личному дому праздника. У нас есть и такое. Это вообще самое интересное, смотрите. Дом праздника, личный дом праздника. Итак, сейчас все мы вместе оказываемся возле вашего личного дома праздника. Что такое дом праздника? Это территория, где сосредоточены ценности, артефакты, личные вещи, связанные с праздником. В том числе, дорогие мои, и то, что вас очень заинтересовало, а именно энергетический гардероб. Но это все внутри должно быть. А сейчас мы с вами просто стоим возле личного дома праздника. И я задаю первый вопрос. Мы стоим около двери. Я спрашиваю, есть ли у вас ключ от двери. Протягиваем правую руку, есть или нет. Золотой ключик от двери в вашу энергию. Кроме того, что мы осматриваем общее впечатление, получаемое от дома, мы еще и смотрим, есть ли ключик. Ключик есть. Ох, как не у всех. Двери открыты, да? Вот так вот. Так, смотрим, есть ли у вас в руке ключик. Значит, Оль, вот представьте, вы хозяйка дома, да? Вы выходите из дома в реальной инкарнации материальной. И оставляете дверь открытой. Ну как, да? Как правило, если дверь открыта, значит, ключ не у вас, и в доме есть посторонние, имеют доступ к этому дому, да? Не-не-не-не-не, здесь так не работает. Здесь так не работает. Смотрите внимательно, есть ключ или нет. После того, как, да, вот, классический случай, ключа нет, замка нет, иногда бывает еще дверь нет. Да, подходите к двери, посмотрите открыто-закрыто, да? Потому что, если ключ есть, но дверь открыта, вспоминаем, как мы выходим в материальном мире своего дома. Вспоминаем. Ключик один, другой, третий, защелочку, сигнализацию, да, собаку нацепь. А вот там действительно находятся, где вот мы сейчас путешествуем в энергиях, удивительные, потрясающие ценности, личные ценности. И уж если мы здесь закрываем, да, наши там три рубля и компьютер с телевизором, представьте, как мы должны закрывать там. Соответственно, если дверь открыта, выходили не вы. Смотрите внимательно. Ключ, дверь, замок нас сейчас интересует пока. Личный дом энергии – это огромная территория, но нас интересует ключ, дверь, замок. Вот, да, маленький, уютненький. Я задаю вопрос, какое количество этажей в вашем личном доме праздника? Ну, я-то знаю, какое должно быть количество этажей, но вы мне напишите, какое у вас. Ну-ка, ну-ка. Вот так вот. Ну, что же. Видите, да, какие разные цифры? А у всех она, в общем-то, цифра одинаковая примерно должна. Смотрим количество этажей, да. Так, четыре. Четыре много. Значит, смотрите, в идеале, да, вот, как правило, это три этажа. Если этаж один-два, снесли верхушечку, да, то есть кто-то использует ваши два этажа дома праздника. Если лишнее, то надстроечка, да, тоже совершенно понятно, что это такое. Итак, осмотрелись, домик посмотрели, ключ есть. Ну что, попробуйте зайти, это ваш личный дом праздника. Здесь сосредоточена ваша энергия праздника. Ваши личные вещи, как я сказала, да, артефакты, ваши удивительные какие-то предметы быта. Заходим и осматриваемся. Заходите. У кого ключа нет или ключ есть, дверь открыта, осторожно заходим, да. В домике можете быть не только вы. Смотрим внимательно. Что происходит на вашей территории, да. Личный дом праздника. Здесь сосредоточена энергия праздника. Здесь должно быть очень здорово. Но у вас уже, видите, у кого-то не хватает этажей, это означает, что кто-то пользуется. У кого-то лишний этаж, да, надстроечка чужая. Смотрим. Пытаемся войти в личный дом праздника. А заходим. Нравится, не нравится, светло, темно. Кто встречает? Пустота, да. Смотрим. Вот почему это важно, да, посмотреть. Потому что каждый праздник, а праздники у нас часто, мы соединяемся именно вот с этой энергией. Вот с этой, вот завтра, да, праздник. Вот исходя из ситуации с этой энергией, вы его и отпразднуете. Посмотрели, да? Мне важно, чтобы мы получили общее впечатление. Сколько этажей, есть ли ключик, открыт или дверь. Нравится дом или не нравится? Никого нет. И в жизни так. Хороший праздник в тихушку. Вот, да, Лена, о чем я и говорю, что как в энергии, так и в материи. Внуки даже там встречают. Это, конечно, такое. Да? Ну, ладно. Не буду сейчас углубляться в длинные рассказы, но на нашей территории праздника должно быть только мы, больше никто. У наших внуков есть своя территория праздника, у наших мужей, у наших друзей и любимых есть своя территория праздника. На нашей территории праздника кроме нас не должно быть никого. Иногда люди говорят, ой, как хорошо, у меня, смотрите, вот в моем доме, ну, неважно, праздник и там, здоровье, да, территория здоровья, У меня папа сидит покойный, вот хорошо. Чего хорошего? Папа покойный должен сидеть на своей территории, да? Соответственно, на своей территории только мы. Сейчас вошли в дом, осмотрелись, да, и для тех, кому понравилось получать информацию цифрами, я задаю вопрос. Я задаю вопрос, какое количество людей присутствует на вашей личной территории праздника? Цифра. Сейчас мы узнаем, сколько посторонних на вашей территории есть. Ну, сколько народу пользуются вашими энергиями праздника, да? Чем больше пользуются, тем меньше у нас с вами энергии праздника. Смотрите. Завтра праздник для нас актуальным. Вот, да, циферки пошли. Сколько народу пользуются вашими энергиями праздника, да? Смотрите. То есть, что вам остаётся? Татьяночка, тут цифра, цифра, штук, штук. Сколько штук народу? Да, ну, может, посмотрели уже, сколько процентов они забирают? Это другой вопрос, ага. Так тоже можно. Ну, вот сейчас смотрим, какой процент, да, какая цифра, вернее, сколько человек? Ага, прислуга у вас там, тамарка. Ну, это может быть дух, да? Мы считаем, что это дух, хорошо. Вот. Но мы смотрим сейчас конкретно, кто пользуется вашими энергиями праздника. Как люди попадают на чужую территорию праздника? Вот представьте, там какой-то человек сидит, у него праздник проходит грустно, ничего интересного в жизни нет, да? Это сейчас, там, человек думает, размышляет, пошёл в церковь, там, ну, возможно, или там куда-то ещё. Раньше на каждой улице, в каждой деревне, в каждом городе сидели три колдуна, две знахарки. Куда идти, если в жизни что-то плохо? Туда. Приходит человек и говорит, ой, что-то у меня вообще ничего хорошего нет, грустно, печально. Он говорит, да не проблема, я тебе сейчас всё устрою, да? И что он делает? Он берёт энергии праздника другого человека и отдаёт вот этому. Соответственно, как на наших территориях праздника появляются посторонние? Вот видите, какие у вас цифры, да? 3, 8, да, есть такие цифры. Таким образом появляются посторонние, которые начинают питаться энергией. Вот мы когда смотрели трубочки, да, в чашу? Трубочки в чашу праздника. Что это за трубочки? Кто-то ест энергией вашего праздника, радости ваши. Что такое вот эти люди, вот, да, это тоже, они едят энергией вашего праздника. Соответственно, наша задача какая? Чтобы не было ничего этого. чтобы мой праздник это мое чтобы я имел сто процентов того что я хочу чтобы я праздновала а не смотрела да как в мультфильмах картинки там морозная кошка дети подышали и смотрят с улицы морозной на чужой праздник мы вот в основном так все смотрим почему вот причина я вам показываю да сейчас у кого-то один этаж у кого-то там надстройка у кого-то люди посторонние у кого-то трубки шланги соответственно вот это все показывает то что мы имеем в реальности для праздника а куда делись оля куда не делись а почему они подделись мы же от чаши ушли что значит делись еще раз сейчас мы смотрим на сколько народу находится на территории ходит бродит по территории есть люди которые конкретно присосались именно к чаша чаша праздника а не к территории чаши у нас есть несколько аспектов на территории праздника то есть наши энергии праздника а существует в нескольких ипостася я вам сейчас показала вас на территории он показала чашу я вам показала дом на каждый посмотрел как выглядит вот соответственно а что должно быть я один на своей территории у меня сто процентов энергии ну так а почему я должен быть помещению эти люди конкретно были с помощью ритуала присоединены к вашей чаши праздника вам от этого не легче потому что энергия забирается что в помещении вот кто зашел в помещение смотрите там комната да ну давайте любуемся комнаты там есть комнаты ну вентилятор дали это ваш выбор на свободу выбора вот отдает свое кто-то согласен быть жертвой всегда есть такие люди смотрим на дальше смотрим комнатки смотрим перемещаемся по своему личному дому празднику и так сейчас мы видим давайте я вас представлю познакомлю в каждом доме есть дух и сейчас каждый из вас активизируя сознание личного духа дух вашего дома праздника посмотрите как он выглядит веселый радостный улыбается или мрачный вообще как он выглядит смотрим 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 вот валентина я просто хочу еще раз чуть-чуть понимать того что написали описать приходится в свою квартиру вот что-то украли вы говорите но ничего в библии написано делись так что но не знаю тоже позицию особо конечно так три комнаты дух смеется смеется и улыбается радостно отлично смотрите смотрите потому что те у кого один этаж да или там но дух конечно смеяться не будет он должен тасковать очень сильно что такое снятые тоже снятые энергии сверху хорошо хорошо посмотрели на все посмотрели на своего духа дух территории праздника ну вот и теперь давайте покажу еще один артефакт да из вашей территории праздника вот сейчас у вас в доме есть давайте сейчас перемещаемся все в комнате который надпись гардеробная во первых спрашиваю если ключ у вас от вашей гардеробной гардеробной праздника посмотрели все давайте смотрим да посмотрим если ключ ключ от гардеробной гардеробной где находятся ваши наряды одежда праздника смотрим да 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 вот смотрите вещи там куда лучше чем на вас а ключ у вас есть в руке от гардеробной и закрыта ли была дверь да где это комната надежда вот а ну если вы до получаете информацию активизируем осознание комнаты на которой написано гардеробная и вы оказываетесь вот на нее уже открывается дверь так 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 и ключик есть на пояс открываем открываем да ключ есть дверь закрыта молодцы входим да да значит вопрос такой лент почему же тогда на вас вот такие вещи на территории праздника а в гардеробной гораздо лучше можете вы взять другие вещи или нет смотрите важно чтобы фантазируется да не фантазируем мы а люди которые могут получать информацию надежда развития формат на тут и первоклассники десятиклассники но так выходит да кто-то может у кого-то есть сновидность на знание кого-то нет а вы просто послушайте один гардероб открыт остальные закрыты ключа нет а так а что то вы не хотите с ними выходить интересно переодевайтесь товар пользуйтесь случаем да а не хотите с ним выходить а почему в чем дело есть несколько вариантов есть вариант что вы боитесь что у вас и заберут а если вы стесняетесь потому что это жаский гардероб а у вас там помните на мужской виду несколько вариантов любом случае да вы посмотрели что у вас сейчас есть молодцы да не подходит ли он есть какая-то проблема проблема большая-пребольшая связано с тем что вы на территории праздника видеть себя мужчины и вы не очень поймете как вы будете вот в этой одежде вам надо обязательно выяснить когда в какой инкарнации случилось это метаморфоза почему вы чувствуете себя на празднике мужчины они женщины обязательно ну ну шубу летом не одевают но и ладно молодцы да посмотрели полюбовались на свой дом я вам показала одну комнату там комнат но сотни поэтому сейчас мы посмотрели одно все выходим из личного дома выходим из личного дома праздника дорогие мои большая просьба да я сейчас сталкиваю за мной идете я говорю посмотрите на право посмотрите налево пользуюсь тем что у вас такие есть возможности вы смотрите на вот некоторые считают что мы фантазируем вот поэтому на выходите прямо за мной вышли сейчас каждый из вас оказался перед своим домом я прошу вас посмотрите поднимите голову наверх и вот прям вот как на кремлевской башенке да над дверью есть часы сейчас вы смотрите ваши личные часы праздник очки и и 12, Оль, 12 чего? 24 или 12, да, смотрим. Эх, важно, что 24 или 12, это самое важное. Так, 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 смотрите. Дорогие мои, все помнят историю, да, про Золушку? Ну, все помнят историю про Золушку, когда 24 часа, 0-0, да, что там, платье превращается в лохмотья, карета в тыкву, куча в крысу и так далее. А вот что означает эти часы? Что ваша энергия праздника находится вот на таком или сяком этапе. Изначально у нас у всех, конечно, прекрасное утро, полдень, да, и так далее, но посмотрите, что сейчас у вас. Тоже большая просьба, да, стрелки не крутить, а то так не делается. Вот, посмотрите, что в результате реинкарнации, на какую цифру ставит праздник. То есть вот сколько вам осталось до конца праздника. Это очень показательный момент, да. Изначально у всех, я еще раз говорю, утро помнят, но сейчас вот видите у вас. Часто человеку, чтобы, конечно, совсем не было праздников, ему ставят 24, и он уже совсем живет без праздников. Ну, 23, да, неважно, там, 23-24, там, час ночи. То есть темно, ночь, все закончилось, да. То есть еще ничего не началось. Вот, посмотрели, да, это тоже очень для вас важно, но кто придет управлять, то, что сейчас увидел, конечно, будем с вами это исправлять, изменять и менять ситуацию. Все, на домик посмотрели, да, на дом посмотрели. Давайте опять садимся на ковер-самолет и переносимся еще к одной очень интересной территории на территории праздника. Только быстрее, чтобы никто не застревал в доме, не ходил там, никуда не тыкал. Еще раз говорю, там можно часа два рассматривать, все. Там есть очень много интересных вещей, но моя задача вам показать сейчас целую территорию, да. Кто уже придет исправлять, изменять, конечно, будем сидеть на каждом этапе долго. Но сейчас мы с вами просто просматриваем то, что там есть. И сейчас опять активизирую энергию ковра-самолета и переносимся вместе с ним. Еще раз, да, мы переносимся на энергии, которая работает в толком мире. Переносимся, сейчас даю команду, к своему личному потоку праздника. У нас есть еще и такая радость, поток праздника. Смотрим, да, река, поток. Вот сейчас каждый из вас стоит на берегу этой реки, и я задаю вопрос. Как эта река выглядит, ваш поток праздника, да, как течет праздник? Смотрите. У кого река, у кого ручеечек, у кого-то разливаное море, у каждого по-своему, у кого-то сухое русло. Внимательно смотрим. Да, 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 Олечка, давайте, давайте, правильно. Ага, широкое бурлящее. Так, сначала общее впечатление у меня важно. Вот ваш поток праздника, да? Ага, отлично. Ну, сейчас общее впечатление все получили. Ага. А теперь я задаю вопрос. На сколько процентов открыт исток вашего потока праздника? Все переносимся наверх к истоку осознанием, да? Но не сильно рассматриваем, а спрашиваем цифру. Цифра. Какой процент потока открыт? Давайте-ка. Потому что мы не знаем, какой должен быть поток, да? Нам нравится или не нравится? Теперь смотрите, какой процент открыт. Процент потока открыт. Ага. А то мы пишем там замечательный, очень хороший результат. Да, вот. Ага. Вот, да, 10% за пруда. Поток праздника. Изначально у всех он был 100%, чистый, светлый. Но в процессе инкарнации, конечно, очень много воздействий негативных со стороны разных персонажей было произведено. Видите, да? Вот такая цифра. То есть ваш поток закрыт на 85-75, да, и так далее. Вот, смотрим. Посмотрели, да? Это понятно, что сколько вам достается от потока праздника, да? Вот процент небольшой, который вам в результате все-таки достается. Дальше. Проносимся по этому потоку, мы на энергии ковра-самолет очень быстро и легко перемещаемся, да, в долю секунды. Подумали, переместились. И сейчас мы проносимся, и я задаю вопрос. Переносимся к устью. Устье это где впадает поток куда-то, в море там, неважно куда. Да? Смотрим, устье открыто или закрыто. То есть течет ли поток, или там есть какие-то завалы, камни, еще что-то. Насколько проходит энергия через ваш поток праздника. То есть уже посмотрели, сколько вам достается, да? Теперь посмотрите, как устье открыто или закрыто. Если устье прикрыто, то поток болотится, да, соответственно, и не выходит в общую воду. Смотрите. Устье, где река впадает в огромную такую, в какую-то территорию водную. Открыто, 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 да, с водным. Хорошо. И теперь задай вопрос. Какое количество в вашем потоке праздников воронок водоворотов? Цифра. Сейчас пойдет просто цифра. Вот один камень, да, Оль? Вот так вот закрывают нам устье, бывает. Да, 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 вот то же самое. Закрыто камнями, проходит в море, закрыто. То есть устье забито. Смотрите, теперь спрашиваю количество воронок водоворотов, да? Ага, камни, воронки, водоворотов. То, что там покидали поток праздника. Но если есть воронки, если есть водовороты, туда энергия уходит, да? То есть мало того, что там на истоке что-то закрыто, прикрыто, еще уходит энергия. Вот посмотрите, да, вороночки идут, вороночки, вороночки. То есть туда утекает энергия праздника. В какой инкарнации эти воронки возникли? Почему? Кто ворует через эти воронки вашу энергия праздника, да? Опять же придете на диагностику, будем вместе с вами смотреть, что происходит с вами и с вашим праздником. Завтра праздник, да? У нас вот январь, февраль, март, праздники, праздники, праздники. Но опять же, да, повторяю, что у кого-то они проходят волшебно, а у кого-то грустно-пригрустно. Вот. Это зависит от того, что мы сейчас просматриваем. От того, в каком состоянии территория праздника. Посмотрели вороночки, да? Вороночки есть, есть. И еще последнее посмотрели отмели. Долго уж не буду вас мучить, работа сложная, серьезная. Понятно, что напряжение. И спрашиваем, какое количество отмелей на вашей территории праздника. Потому что есть отмель, вы можете на нее в любое время сесть. И другие люди проходят, пролетают, протекают мимо, у них праздники проходят, а у вас нет. И кроме вороночек очень важно еще посмотреть отмели. Смотрим. Так, каменный век даже, да, Оль? Но приходите, будем разбираться, как это возникло. Ничего просто так не возникает, да? Просто так не возникает. В какой-то инкарнации произошло событие, в результате которого возникли, вот смотрите, да, Оля, целых три отмели. Возникли отмели, воронки, возникли какие-то негативные аспекты в вашем потоке праздника. Вот. То есть, если есть отмель, в любой момент вы можете на ней оказаться. Это будет непредсказуемо совершенно. Ну и в течение инкарнации человек периодически садится. То есть, думает, все хорошо, все хорошо, потом раз, праздников нет. То же самое вороночке, да? Вот, понятно. И давайте последнее посмотрим, какое количество народу плавает в вашем личном потоке праздника. Цифра. Вот тоже очень интересно всегда. Какое количество людей плавает в вашем личном потоке праздника. То есть, пользуются энергией праздника. Не никого, а цифра, да? Запрашиваем цифру. Ноль или там один, или как? Десять, двадцать, восемнадцать, да? То, что мы смотрим, кажется, никого. То, задаем вопрос, там, ого, ого. Вот, восемнадцать, да, например. Какое количество народу плавает в вашем личном потоке транспорта? Господи, праздника, заболтался уже. То есть, используют эти энергии, да? Кто в нашем потоке плавает, тот его использует. Это ваш поток, ваши энергии. Понятно, да? То есть, просто так там никто оказаться не может. Это сакральные территории, которые защищены изначально. Это ваши энергии. Это все то, что должно воплощаться в вашей реальной жизни. Если там кто-то, кроме вас, это паразитирующие... ...реальные праздники, да? Полноценные, радостные, счастливые. А не чтобы вы сидели в одиночестве перед телевизором, конечно, нужно прежде всего восстанавливать вот эту территорию. Энергетическую территорию праздника. Как только здесь у вас не будет никаких трубок в чаше, никаких шлангов, никаких посторонних предметов. Если вы будете стоять в прекрасной праздничной одежде, да, будет ваш гардероб целиком ваш, никто не будет плавать в вашем потоке, соответственно, праздники будут проходить по-настоящему так, как они изначально должны происходить. А что такое праздники, да? Вот у нас есть такой грех – уныние. Если человек лишен энергии праздника, он впадает в уныние. А это, не дай бог, потому что это старение, грусть, это соединение с разными демоническими аспектами. Это просто полный уход в негатив. Соответственно, энергии праздника помогают нам не впадать в уныние, да? То есть быть радостными, счастливыми, готовыми к тому, что мы пришли в этот мир для того, чтобы реализовывать свое и быть счастливыми, а не для того, чтобы один только негатив реализовывать. Больше ничего. Потому что если праздник забран, остаются будни, будни серые. Да, то есть вот энергия праздника должна присутствовать обязательно. Да, будни тоже должны быть. Вот придете на диагностику, если мы посмотрим, сколько должно быть у вас лично будни и сколько праздников. Это очень интересно. Но нет такого человека, у которого в жизни не должно быть энергии праздника. Просто ни за что, да? Итак, давайте-ка опять сейчас садимся на ковер самолет, перемещаемся, возвращаемся обратно в материальный мир. Сейчас я активизирую осознание вашего мира материи. Переносимся из мира энергии в мир материи. Все, вместе с ангелами-пранителями вернулись из путешествия. Вернулись из путешествия. Так, ну что, с прибытием, с прибытием на землю. Тема, конечно, очень болезненная для многих, прекрасно знаю, да, потому что, ну, действительно, у кого-то праздники радостные, у кого-то праздники грустные. Вот, дорогие мои. Ну и те, кто посмотрели сейчас, что у них есть на территории праздника что-то негативное, конечно, приглашаю, приглашаю к себе на диагностику на сеанс, приглашаю все это исправлять. Потому что не обязательно оставаться с этим. Увидели, исправили, да? Не случайно ваши ангелы-хранители вас сейчас привели именно сюда, на эту территорию, для того, чтобы вы увидели и могли изменить ситуацию. Не просто для того, чтобы посмотрели и пошли дальше, да, ну и подумаешь, ну и такие праздники, и так дальше будет. Нет. Сейчас у вас есть реальная возможность это все изменить. Вот, приглашаю вас на сеанс, на диагностику, где мы доведем вашу территорию праздника до полного порядка. Не будет посторонних, не будет трубок, шлангов, не будет никаких посторонних вмешательств. И когда вы будете спрашивать, какой процент энергии праздника я имею, у вас будет цифра 100. Да? А именно к этому мы все стремимся, чтобы у нас и в личной жизни, и в материальном благополучии, и во всем остальном была цифра 100. Вот, мои дорогие. Ну все, что же, закончили, да, на сегодня. Я сейчас передаю микрофон, кто там возьмет, да, девочки. Еще раз понажимайте на ссылочки, посмотрите, как можно изменить, да, ситуацию. И если есть какие-то вопросы, задавайте. Я пока здесь. Если есть вопросы, задавайте, да, но если нет, тогда прощаюсь. Все, хорошо, поработали, все молодцы. Приходите, будем в скайпе работать, исправлять, будем изменять ситуацию, да. То есть, если что, увидел плохое, исправляем. Жду, до встречи. Заполняем, если была на заказы, обязательно пишем скайп, потому что именно в скайпе мы с вами... ...поблагодарим Анну, поблагодарим нашего спикера. Она сегодня выступала в сложных условиях. Обычно вебинары при таком количестве участников отменяются. Но Анна решила, что не стоит разочаровывать вас, тем более накануне 8 марта. И вас я хочу поблагодарить за то, что были активны в нашем таком тесном небольшом кругу. Провели волшебное путешествие, пообщались со своими ангелами, полетали на ковре самолете. Да, и диагностику сделали. Кому понравилось вообще путешествие, кому захотелось преобразить свою территорию праздника? На самом деле, очень интересная тема. Сейчас многие увидели свои сложности, связанные с праздниками. Может, больше поняли то, что сейчас происходит в жизни. И давайте посмотрим предложение. Предложение очень интересное. Подновить свои гардеробы, набор украшений на энергетическом уровне. Привести в порядок территорию праздника, чтобы больше никто не праздновал за вас и не воровал вашу энергию. Смотрите, тема ведь не только праздника коснулась. Благосостояние вашего пути энергетических вампиров. И даже повседневных будней. Как показало общение в чате, проблемок хватает. И у многих Анна предлагает консультацию тет-а-тет, которая позволит не только увидеть проблемы, что произошло сегодня, но и найти причины, исправить их, и сделать более глубокий подробный разбор ситуации. Предложение очень интересное. Оно состоит из двух частей. Это личная диагностика 45 минут и сеанс 15 минут. То есть диагностика и уже какие-то действия по исправлению ситуации. Стоимость консультации 3800 рублей. Для оформления заказа, кто перешел и видел, необходимо указать фамилию, имя, отчество, e-mail, телефон, skype. У кого skype не установлен, это важный момент, потому что общаться с Анной нужно тет-а-тет, видя друг друга. Но это не препятствие отсутствия skype. У вас у всех есть интернет, у вас у всех есть компьютеры. Раз вы присутствуете на нашей конференции, значит, вы сможете установить skype. Очень простая программка. Вдруг какие-то сложности, можете обращаться. Я проконсультирую в индивидуальном порядке, как это сделать, чтобы все, кто захотел попасть, они действительно попали на консультацию. Кто заполнил форму, выбирайте способ оплаты. Их предложено несколько. Unistream, Western Union, банковские карты, ВКонтакте, Золотая корона, Яндекс.Деньги. Собственно, предложение достаточно хорошее по выбору способов оплаты. Но вдруг кому-то будет удобно оплачивать другим способом, не подберет сейчас то, что нужно. Мы вам поможем подобрать другой какой-то способ. Либо пишите сейчас в чат свои пожелания, и мы сразу вам сообщим реквизиты. Или обращайтесь лично на skype, почту. Всех проконсультируем. Да, вот сразу скажу, не хватает. Точно мы можем предложить Kiwi, WebMoney, PayPal, MoneyGram. И вот, приватбанк может быть удобен для жителей Украины. Заполняйте форму, оставайтесь с нами. Совсем скоро перед вами выступит Виктория Аладдина. Тема у нее «Законы мужской супружеской верности» или «Как сделать так, чтобы другая никогда не появилась». Очень такая весенняя тема, но ее я представлю немного позже. У нас сейчас. Смотрите еще. Предложения. Заполняйте, выбирайте способы. А я немножечко вам расскажу о наших планах. 8 марта вы все будете отдыхать в этот праздничный день. Кто недавно подошел, поздравляю с 8 марта. А 9 марта в гостиной «Преображение» перед вами выступят 19.30 Дарья Славенкова. И 21.30 Маргарита Сиренко. Да, вот Виктория Аладдина уже подает нам привет. Она уже здесь. Ждем, да, подождем, чтобы все подтянулись. Кто хочет послушать Викторию. Что-то сегодня у нас действительно чат неактивный. Наверное, все уже начали праздновать 8 марта. Дарья Славенкова. Духовный целитель, коуч, хозяйка филиала Международной академии целителей, город Москва. Ученица самого известного целителя России Николая Печева. Прошла путь от болезненной, малопривлекательной молодой девушки, работавшей на неинтересной и бесперспективной работы, до полностью здоровой, гармоничной, счастливой женщины. И она реализовала себя, работает с энергиями, в том числе с энергией души, со стихиями, с чакрами, делает исцеляющие медитации, гармонизацию, очищение тела и тонких тел. В копилке Дарит это хилинг, телесная терапия, работа в терапевтических группах, глубинная психология, тренинги личностного роста по отношению арт-терапии, интуитивная живопись, многое другое. В общем, смотрите, да, будет у нас интересный спикер сразу после праздников отдохнёте и приходите. И сегодня не расходитесь, потому что сегодня тоже будет очень интересно. Она расскажет про абсолютное здоровье через сверхспособности развития интуиции третьего глаза. Вы узнаете интересную историю Дарьи, поговорите о болезнях, их причинах, о чакрах и их связи со здоровьем, предназначением талантами, семейными и сексуальными отношениями, сделайте практику на раскрытие чакры третьего глаза прямо в прямом эфире, сделайте практику в исцеляющих божественных потоках и запустите процесс исцеления. Очень много хороших предложений. Да, вот Татьяне, спасибо, она уже выложила ссылочку на страничку нашей конференции. Регистрируйтесь. Продолжение следует...